С начала этого года в квитанциях ЖКХ появилась отдельная графа – завывоз мусора и утилизацию твёрдокоммунальных отходов. Жильцы многоквартирных домов эту услугу оплачивают напрямую региональному оператору, поэтому размер платы за содержание жилья со стороны управляющих компаний должен быть уменьшен. С 31 января в рамках акции «ЖКХ по-честному» на территории региона стартует мониторинг исполнения УК этих требований. Активисты нашего проекта будут раздавать жителям листовки с актуальной информацией, а также контактами, по которым можно сообщить о фактах нарушения управляющими компаниями требований закона. Кроме этого, на пикетах можно будет оставить заявление в адрес Государственной жилищной инспекции о проведении проверки в отношении тех компаний, которые нарушают права наших жителей. О выявленных нарушениях со стороны управляющих организаций специалисты партийного проекта сообщат в Государственную жилищную инспекцию для принятия соответствующих мер. Конечно же, такое нарушение, если оно подтвердится, это абсолютно такое очевидное основание для привлечения к административной ответственности за управлением многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований. Есть и исключения, когда управляющая компания может не уменьшать размер платы за содержание жилья. Если собственники в 2018 году не проводили общего собрания и не приняли решение о том, что действующий тариф остается в 2019 году на содержание жилья на прежнем уровне, соответственно, плата должна быть снижена. Если такое собрание было проведено в ранние периоды, то тогда вступает в силу решение собственников и тариф на содержание жилья остается на прежнем уровне. Если управляющие организации не уменьшат плату за содержание жилья на сумму, которая расходовалась на вывоз бытового мусора, то должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей и дисквалификация до 3 лет. Юридическому лицу – до 300 тысяч рублей. Ольга Чегинцева, Сергей Давыдов. Новости Тулы.